Некие висянам призывают нас делом Христа прославля. Делом – это значит жизнью, в которой мы подчиняемся. Слову Божьему мы живем по Писанию в обычных жизненных ситуациях. Большой отрывочек, где Павел иллюстрирует, вот как жизнь, наполненная с тем духом, проявляется в повиновении. И говорит о разных сферах. Начинает с семьи, повиновение жены мужу и ответное правильное поведение мужа, повиновение детей отцу родителям и правильное воспитание со стороны родителей детей. И третий отрывочек, или третий образец поведения, где должно быть угодное Богу поведение, это связано с повиновением, которое необходимо на рабочую месть. Повиновение работодателю, директору, начальнику. В те времена, когда было рабство, были слуги, или рабы, и были хозяева. Вот в эти отношения, в эти отношения, Бог приносит вот свое Евангелие, приносит коллектив самого Иисуса Христа, который нас должен вести по жизни, чтобы мы словами и делами его прославляли. Итак, Ефесянам, 6 глава, стих 5. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти. Вот как повиноваться? Со страхом и трепетом, первое. И второе, в простоте сердца вашего, как Христу. Андрей Иванович говорил о том, что иногда приходится 6 раз говорить, и то нужно подвести, чтобы подчиненный исполнил. Вот повинуйтесь как Христу. И говорится о повиновении, связанном где-то с какими-то рабочими моментами, с трудовой деятельностью, со страхом и трепетом. Это не просто повиновение, когда уже заставили и прижали. Такое вот отношение, когда вышестоящий, не подчиняясь, что-то сделать, или мои рабочие обязанности, которые мне известны, требуют мне этого исполнения, со страхом и трепетом. В простоте сердца это говорится о выискренности, ну, не лукаве, а не просто внешне повинуясь, вот начальный гетц, тебе повинуясь, или я делаю вид, что я его уважаю, а в сердце думаю, чтобы ты где-то пропал, да? А вот это уважение и внешнее, и от сердца, такое, какое должно быть у нас к Господу, к Христу. Как Христос ожидает, чтобы мы Ему подчинялись, так Он приносит вот это повиновение, евангельское повиновение на рабочее место, как Христу. И эта вот искренность дальше описывается, какая должна быть, стих 6, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божьей души, служа с усердием, как Господу, а не человеком. Видимая услужливость, или, как это написано, человекоугодничество, когда я делаю вид, что подчиняюсь, тогда, когда на меня смотрит начальник, когда ему это известно, вот повернулся начальник, или нет начальника, директор уехал, и работаю по-другому. Вот это видимая услужливость, когда, и это есть не искренность, это лукавство, это обман, потому что я не хочу подчиняться, только подчиняюсь, когда это заметно кому-то. Как Христу, служа как Христу, мы, как бы, в нашей культуре, и это где-то наша оплошность, Ивановская оплошность, мы не привыкли говорить о работе, как о служении. Ну, у нас вот служение Богу, как-то вот это где-то сказывается, культура православная, где-то влияет на нашу евангельскую жизнь тоже. Служение Богу связано где-то вот, вот это, где-то вышли в какую-то территорию, в особое здание, мы молимся, мы поем, вот это служение Богу. Но, о служении Богу говорится и здесь, вот служа Христу, исполняя Его волю Божью, стих 7-8, ну, как и рабы Христовы, исполняя волю Божью. Это Он повелевает, если Он хочет, чтобы мы так делали, мы так работали. Седьмое. Служая с усердием, неся служение, как слуги Христова. Поэтому наше служение Христу не связано только с временем, когда мы выходные или со свободным временем. Все наше время Бог призывает нас, чтобы мы Ему служили. И когда мы идем на работу, мы идем на служение Христу. Мы Ему служим. И Он говорит, если вы не служите, если я ваш хозяин, и я повелеваю вам, чтобы вы работали, то, знаете, что если я ваш хозяин, то я всегда вас вижу. И вам не должно быть такой разницы, начальник на месте или начальник уехал. Потому что ваш начальник или ваш хозяин, он всегда на месте. он всегда возле вас стоит, на вас смотрит. Он везде сущ. И если это так, тогда если мне в коллективе говорят, ну, расслабься, начальника нет. Или он в командировке. Я не расслабляюсь, потому что мой начальник не в командировке, он со мной. Я Ему служу. И он это ожидает. Причем, опять-таки, тоже снова подчеркивается вот как о душе, с усердием. Снова говорится об искренности. Не просто о том, что я делаю эту работу просто на показ. А я от сердца хочу делать ее качественно и стремлюсь делать ее как лучше, потому что я понимаю, что я совершаю служение Су Христу. Восьмой стих. Или, может быть, сделаем основочку. Ну, давай, восьмой стих. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал раб, ли или свободный. Еще будет еще один стих в этом отрывочке. Но я скажу наперед, что в каждом отрывочке, в каждом стихе, в каждом стихе упоминается Христос. Хотя говорится о поведении на рабочем месте. Но еще раз. В каждой фразе или в каждом стихе, в каждом призыве есть Христос. Он говорит, я есть. Вы мне служите. И говоря о воздаянии, ну, почему мы идем на работу? Или что мотивирует нас работать? Ну, однозначно зарплату. Но Евангелие говорит, что это не главный должен быть мотив у верующего человека. Потому что эта зарплата, которую мы получаем, это очень мало. Это то, что платят нам наши земные начальники. Наш главный начальник, он с нами еще не рассчитался. Он собирается с нами рассчитаться за эту работу, которую мы делаем, служа ему на рабочем месте в будущем. Знаем, что, стих 8, что каждый получит от Господа по мере добра. По мере добра, это по мере того, насколько он добросовестно и качественно исполнял свою работу на рабочем месте. И иногда можем как бы оправдать свое, может быть, не совсем, может быть, наилучшее поведение на рабочем месте или на лучшую работу с лучшим качеством, оправдать тем, что, ну, в принципе, то, что мне платят, то, что мне за это заплатят, оно не стоит, чтобы я работал лучше. Как бы за эту плату в принципе я как бы отработал этим, может быть, средним качеством. Но это совсем неправильный подход, потому что мы работаем на Христа и на своем рабочем месте мы несем ему служение и он с нами рассчитается, когда мы будем на его судилища Христова. Мы знаем, что он придет и церковь будет перед ним отчитываться. И вот одно из тех моментов, за что мы будем отчитываться, насколько мы верно служили ему на рабочем месте. И вот если ты хорошо, ты добросовестно работал, то неважно, раб ты или свободный, знаете, рабы вообще не получали зарплату. Ну, могло быть какое-то как премия, но свободные получали зарплату. То есть это как бы вольнонайменные. Но он говорит, неважно, где ты работал, ты мне служишь. Или я работаю на государственную организацию, или я работаю на частного предпринимателя, или я работаю как бы сам на себя, вот в принципе сам предприниматель или имею какое-то свое хозяйство. не имеет значения, где я работаю. Я работаю на Христа. Я Ему служу. И насколько я Ему верно служу, насколько будет за мое служение Ему на рабочем месте наград. Поэтому нас мотивирует, иногда мы очень сильно ждем получки, но мы должны понимать, что это только очень маленький аванс. Если мы верно работаем, это только маленький аванс. Настоящее воздаяние это вечное сокровище, которое Бог готовит за мое служение Ему на работе, за мои качественно, добросовестно исполняемые на рабочем месте обязанности, за мое повиновение, за мое уважение к начальству, за мое профессиональное отношение к работе, когда я и душу, и все свои силы, и весь свой ум отдаю, чтобы эту работу делать как наилучшим образом, как для Христа. Вот Христос мой хозяин, и я работаю на Него. И если я так работаю, это служение Ему, и за это будет награда. И надо сказать, что мы не раз слышали, что в то время, когда было рабство в первые века, то работодатели или хозяева за рабов христиан платили или готовы были платить больше. Почему? Потому что, скорее всего, рабы, читающие эти слова Евангелия, именно так работали, как для Христа. То есть эти заповеди были приняты верующими. И, соответственно, так ценился их труд. Я думаю, что если бы такое же отношение было у нас, это было и в нашей культуре. Когда за верующего, рабочего, ну, хозяин был готов платить, ну, не больше, дать ему лучшее условие, лучше контракт, больше повышения, скорейший карьерный рост, вот, брат Вадим, как-то мы общались, говорил о том, что он, ну, больше двух лет на новой работе, участника, я уже знаю, у него уже второе повышение в должности. Пошел на одну должность, через какое-то время повысили, сейчас снова повысили. Ну, наверное, это потому, что хозяин видит, кто там есть, начальники, видят, что добросовестно, качественно работает человек, и слава Господа, так должно быть. Конечно же, у нас, у каждого у нас разные способности, разный уровень, но мы в меру своих способностей, Бог призывает нас, должны родиться как для Христа. Еще одно, ну, мы знаем, что Запад живет лучше, а Запад живет лучше, потому что Запад лучше работает. А почему лучше работает? Потому что, когда была евангельская реформация, когда было пробуждение, уже больше, чем 500 лет началось в Европе, то люди начали реально веровать в Бога и вернулись к Евангелию. И читали Евангелие, они поняли, что, оказывается, работа – это служение Христу. И относились к работе как к служению. Не было деления вот это амиряне, это священство, а мы все священники. И тот, кто работает за санком или кувалдой, он священник, и он исполняет свою работу на рабочем месте, служит Христу. Именно такое отношение к работе сделала вот ту рыночную экономику, которая есть у них сейчас. И принесло им какие-то хорошие земные благословения. Может быть, наверное, оно сейчас со временем где-то по мере того, как люди уходят от Евангелия, уменьшается, но в принципе благосостояние Запада – это потому что, есть даже такой термин, возникла протестантская этика труда. Это признают историки. Даже восточные страны, Япония или Корея, они просто приняли эту этику, хотя без христианства, приняли эту этику с европейских стран и поэтому тоже возникло прответания. У нас в советской культуре как бы ну, совсем другая была этика или отсутствие этики труда, не знаю, как ее назвать. Когда ну, только как пример, как пример, когда уже лет 30, когда Германия объединилась. была западная Германия, была восточная Германия, восточная как бы под советскими традициями труда. Когда она объединилась, то ясно, что на западной Германии уровень жизни лучше, зарплаты лучше и многие немцы с ГДР, с бывшей ГДР поехали устраиваться на работу, работать на заводы, в крупные заводы ФРГ, там большая зарплата и устраивались, даже верующие признавались, там местные, что очень мало реально потом оставалось работать, потому что те с восточной части страны не привыкли так работать, они не могли так работать, они пару дней работали, как бы задыхались и просто увольнялись, не выдерживая темп работ, у нас как то работа, то кофе, то еще хуже, то перекур, вот такая вот работа, а там нужно работать, записались бы час трудовой ведомости, его нужно работать, а не просто делать вид, что ты работаешь, а причина, потому что Христос учит так работать, у нас русские пословицы, ну и не наши, работа не волк, в лес не убежит, или сделал дело гуляй смело, вот как бы побыстрее от работы избавиться, но Бог призывает нас Ему служить, и часть служения нашего, большая часть служения, потому что это большая часть нашей жизни, это наше служение Господу своей работой или своей профессией, своими профессиональными деятельностью и работой, и еще один стих, который продолжает или как бы урановешивает возможно эти отношения, говорилось о подчиненных, но есть слово призыв, как нужно вести начальство, и это также взаимосвязано, стих 9, и вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, поступайте так же, от них требуется уважение, они должны вас слушаться, подчиняться вам, но и вы должны иметь такое же к ним отношение уважительное, у вас разные функции, ты поставил руководить, он поставил тебе подчиняться, но и у вас должно быть к ним отношение как к человеку, как к сотруднику, как к коллеге, хотя ты по функции выше, умеряя строгость, то есть не унижая его достоинства, не придираясь к нему просто так, чтобы показать, что ты начальник, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия, вот это может быть ключевая фраза, возможно, в этом отрывочке, которая показывает, что в принципе и подчиненные, и работодатели, или директора, кто бы они ни были, все они являются, если они верят в Христа, слугами Иисуса Христа, они им и служат, и просто когда они им и служат, он дал им разные функции, и никто из них не выше или не ниже перед ним как личность, но просто на какое-то время, в каких-то отношениях на земле, Бог послал кого-то выше по своим функциям, кого-то ниже, вроде бы, но и те, и другие на этом этапе являются слугами Христа, даже хозяева, даже кажется, ну я владелец, кому я служу, он слуга Христа, если он верующий, и свои функции он должен исполнять как слуга Христа, перед ним трепетая и служая ему, и зная, что за это служение, какое унесет Господу независимость его должности, за это служение он будет перед ним отчитываться, а у него нет лицеприятия, то есть он не смотрит, ты начальник, ну давай, тебе больше награды, или как у нас придумали в нашей культуре, если он богатый человек, приезжает на дорогой машине, это кажется, все вопросы решаются ему просто, и правда на его стороне, он скажет, но у Христа не так, он не смотрит на лицо, он не смотрит, какую ты должность занимал, он смотрит, как ты эту должность верно ему нес, ему служил, вообще, эти отрывки уповиновений, они уповиновений на рабочем месте, уповиновений в семье, иногда люди считают их и их возмущают, ну снова нужно повиноваться, почему повиноваться, почему жена должна служиться, почему должен подчиняться своему хозяину, или директору, почему, если он глупый, если он недостойный того, почему, но думают, что вроде бы Писание или Бог их где-то ущемляет, но на самом деле, если бы мы увидели время, когда давались эти заповеди и сравнили с современной жизнью, мы поняли, как благодаря христианству, благодаря Евангелию, Бог поднял повинующихся и защитил повинующихся, потому что в те времена даже почему рабство исчезло, потому что многие люди стали верующими и понимали, что нужно относиться как к рыбу, как к своему брату, и это исчезло, почему даже в семьях мы сейчас говорим о детских правах и так дальше, почему вообще об этом говорится, потому что христианство подняло уровень жизни ребенка, в те времена ребенок не отличался от раба, в те времена жена это было просто как прислуга, но Евангелие как бы благословило повинующихся и защитило их, говорят, да, это функции, которые на вас лежат, но это должно было сделано как бы с одинаковым принципом, и те, и другие, как бы и выше, и ниже, они слуги Христа, они им подчиняются, они должны взаимно друг другу жертвовать и любить, поэтому и работа, и повинение, которые требуются на ней, и Христу служение, это милость, если мы можем это делать с таким отношением, это благословение, что мы можем работать и Господу служить, знаете, сегодня сегодня Международный День людей с инвалидностью, то есть есть люди, которые, ну, в принципе, может быть, и не могут работать, как мы, без инвалидности, или ограничены в своих способностях работать, в Украине это каждый 20-й имеет инвалидность, каждый 20-й, даже в нашей церкви из братья и сестры, которые имеют инвалидность, во-первых, благодарить Господу, что ты имеешь руки, ноги, ты можешь ходить, и ты можешь работать, а во-вторых, понимаешь, что это привилегия для того, чтобы мы делали эту работу как слуги Христа, служа Ему, зная, что за это у Бога есть большое благословение, большая награда, если мы будем это делать от души, как для Христа, чтобы служение Ему не прекращалось выходом из Дома молитвы, или не прекращалось, когда на календаре, там, на рабочий день, там, понедельник, вторник, оно продолжается, оно даже усиливается, потому что мы выходим на передовую, мы выходим, чтобы то Евангелие, которое мы слушаем здесь, проявить на рабочем месте, проявить в семье, и пусть это Господу будет во славу, чтобы мы были Его слугами, были Его слугами, вот здесь сказано, без выходных, мы служим Ему ежедневно, с одной стороны, мы имеем спокойствие, мы имеем постоянный выходной, потому что мы служим Господу, а с другой стороны, мы постоянно на работе у Христа, и пусть Господь нас благословит, и научит нас быть людьми, которые радуют Его сердце ежедневно, и на своих работах, аминь, помолимся. и на своих гостях, и на своих гостях, и на своих гостях, и на своих